Здесь отдельно от рецидивистов. Начали строиться новые тюрьмы, но реформы постепенно были твердуты, в том числе из-за отставки Реймера, из-за нехватки денег. Вообще-то это поток, что отставки Реймера, он на лицах нет, а он мест, который будет выполнить себе по всеми прилагающимися к этому высокому званию проблемами и привычками. Естественно, как положено было тогда, преобразования должны были сопровождаться применением инноваций. Электронные браслеты – классический пример. Проект начинался совместно с Евросоюзом. Еврокомиссия выделила 3 миллиона евро не только на оборудование, но и обучение сотрудников в СИН. Что может быть лучше – обучение за границей за казенный счет. Кстати, электронные браслеты вошли в обиход. Сейчас активно используются для отбывающих домашний арест. Что касается Реймера, в системе он не прижился и был уволен с большим скандалом. Бывшая секретарша пожаловалась в Следственный комитет на сексуальные домогательства со стороны шефа и незаконную прослушку ее телефонов. Многие правозащитники объясняли скандал местью за реформы и борьбой между отраслевыми кланами. Комментирует запретным комитетом обороне Франц Клинцевич. Начали очень сильно рассмотреть правонарушения, коррупционных схем и каких-то других вещей. Уже по недавнему времени было все дозволено, которое сегодня просто заканчивается. И это надо признать, и понимать, и я думаю, что это не первое. В следующих случаях, 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 в следующих случаях. Реймер считается человеком Медведева, но под наставки ушел в бизнес. Скорее всего, перевел семью за границу. В России недавно был арестован губернатор Сахалина Александр Хорошавин. Как и в деле Реймера, там тоже фигурировали большие суммы денег. Следственный комитет обещал и другие разоблачения, без оглядки на заслуги и звания. В нынешнем деле, наверное, нет политики. Хотя, конечно, бывший реформатор погорел на инновациях. Нельзя не обратить на это внимание. Редмитрий Дрезе, Бизнес.ФМ Платежная система виза, в отличие от мастер-карт, не успела к 1 апреля перевести свой трафик в Россию, в национальную платежную систему. И теперь по закону должна внести обеспечительный взнос. Сумма значительная, 60 миллионов долларов за первый квартал, до 300 миллионов за год. Тем временем некоторые банки предупреждают, что в ближайшие дни у российских держателей карт виза могут возникнуть трудности. В их числе Райфайзенбанк, Юникредит, Уралсип и Промсвязьбанк. Чего ждать отечественным клиентам виза с 1 апреля, выяснял Михаил Сафонов. Госдума приняла закон о платежной системе год назад. Хотя четкие правила игры появились лишь осенью. Российские власти обязали все международные платежные системы перевести процессинг на российскую систему платежных... Съедаю, съедаю по яичку. Давно бы же могли что-нибудь другое дать. Не-не-не, я знаю... Вы начали кормить яйцами, когда еще это было запрещено. Это сейчас вот только... И сказали, что возможно, что теперь ограничений нет, а пожалуйста, ешься. Мама, хотите рыбу? Да, с одной ночью хочу. Тогда отстаньте, пожарьте и не болтайте. Вот так и здесь. Хочете завтра, приносите с собой. Смесников нам сделал примечки. Вы что, забыли, Владимир Рубрович, это осенью? Так это был когда. С тех пор мы чувствуем себя прекрасно с вами. Да вы уже... Это же пример въезде, вы уже чертой, это же стихо. Там же куриный пиок. Какой-то бафор у вас. Все, Леонидович, молчим, рассказывай. А, рассказывай. Спрашивайте. Я, кстати, между прочим... Ну, начнем с первого вопроса. Как ты дошел до жизни такой? Ну, живу пока. А я сейчас имею в виду не риторические вопросы, а вполне серьезные. Те, которые видят Александра Леонидовича, всегда отмечают его фантастическую физическую форму, работоспособность. И то, что Александр Леонидович совершенно не выглядит на свой возраст. Мало этого. За последние 10-15 лет, нужно сказать прямо, что человечество, ну, в частности, уже и в России, очень резко помолодело по своему функционалу. То есть 50-летний функциональный, как раньше, там, не знаю, 35-37-летний. Конечно. За счет чего? Вот что надо делать людям, чтобы побороться со старостью? Ну, давайте оставим в стороне генетику, потому что это основное. Тут уже ничего не изменить. Основное, номер один, это, как ни верти, это физическая нагрузка. Вот это самое важное. И сегодня в профилактике, кстати, болезни, онкологии, сердечных болезней, именно уровень физической нагрузки играет самое первое. Если вы хотите спросить, что самое главное для продвижения жизни, то скажите только одно. Это будет физическая нагрузка. Мы сегодня двигаемся мало, мы сидим в пробках, и так далее, и так далее. Мы жалуемся, смотрите, на любого человека, ну, уже в определенном возрасте. Это не очень тяжело.